Дмитрий Варановлин Дмитрий Варановлин Кому-то легче такую погоду строить, кому-то тяжелее, ну кому как, то есть кому подходит такая, кому не подходит А вот ушедший на дистанцию первым, победитель вчерашнего спринта Петр Пащенко из Ханты-Мансийска на огневых рубежах допустил пять промахов Благо ногами он сегодня отработал блестяще, запаса прочности хватило для серебряной медали Соперники давали шансы, ну сработал, заехал вторым результатом, каким бы он ни был, это все-таки результат, доволен, ну сегодня не получилось выиграть Но все-таки гонка, я считаю, прошла нормально А это герой дня, человек настрелявший в пелене снегопада в сумме на шесть штрафных кругов и тем не менее победивший Уфимец Антон Бабиков эту свою гонку сам назвал лучшей в нынешнем сезоне Не по комфорту, по результату и фарту Ну снег это как бы особенно, это не то, что ветер, это просто хуже начинаешь видеть При том, что еще усталость, это немного, конечно, сказалось на серебре, особенно сто Хозяевам трассы похвастать сегодня особо нечем Биатлонисты сборной Удмуртии Дмитрий Кононов и Аркадий Меньшиков по сьюти заняли, соответственно, 10-е и 11-е места А теперь новости настольного тенниса Наши спортсмены довольно успешно выступили в Ульяновске на Кубке страны В борьбе за бронзу они совсем чуть-чуть уступили сборной Екатеринбурга, заняв итоговое четвертое место А это для команды Удмуртии высокий результат Ранее спортсмены стабильно обосновывались в конце первого десятка Вернулись домой с наградами и наши юные волейболистки 2001-2002 годов рождения На всероссийском турнире в Уфе они выиграли бронзовые награды И на счету воспитанниц Анталии Машкосовой 4 победы и 2 поражения Этот старт для девушек был этапом подготовки к полуфиналу первенства страны Который пройдет в Улановской области в начале марта Готовятся к ответственному старту и гимнасту Ульмуртии В Ижевске стартовал республиканский турнир Он отборочный на чемпионат и первенство при Волжье У кого из участников есть высокие шансы выиграть медали и поехать в Пензу Сейчас расскажет Марина Азявина Вне конкуренции на турнире среди спортсменок первого разряда Юный гимнаст сумел без помарок отработать вольные упражнения Судьи ему поставили высокие оценки А вот другой непокорный снаряд, кольца, его подвел На кольцах я выкруто вперед не сделала Сделала только грязно очень Из-за волнения или из-за того, что не доработала на тренировках? Да Что да? Ну, не доработала на тренировке, балую, сбежусь Ничего не делала Старался отработать технично на снарядах и дима глухих Программы и юного дарования о тренере так называют мальчика Отличались очень высокой сложностью На поездку в Пензу он сегодня кандидат номер один Соревнования это где можно завоевать медаль И где можешь хорошо очень выступить Ну, а твоя задача на этом? Ну, моя задача выступить хорошо и порадовать тренеров Ну, а место-то какое все-таки хочешь занять? Первое Победители турнира определятся завтра Тогда же будут известны и имена атлетов, которые поедут на зональный старт в Пензу И в завершении выпуска олимпийский анонс Завтра в Сочи будут разыграны награды в классической лыжной гонке на 15 километров мужчин Защищать честь России будут Александр Бессмертный, Станислав Волженцев, Евгений Вилов, а также наш земляк Дмитрий Гепаров Начало трансляции гонки 14 февраля в 14.00 в микропортике Это были все новости спортивного четверга Болейте только на спортивных аренах И следите за новостями спорта также на сайте Моя Удмуртия Адрес на экране До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова